приветствую вас на канале все о стиральных машинах и бытовой техники сегодня поговорим почему стиральная машина протекает из под дверцы ну обнаружить данный симптом несложно то есть потек на передней стенке вот здесь из под люка и лужа небольшая на полу возле ножек там или непосредственно под дверцей то есть как бы это как бы люди сразу распознают как вот протекающую дверцу там или манжету да действительно в некоторых случаях причина может крыться в манжете но я рекомендую начинать не с нее вот смотрите нужно внимательно осмотреть пространство не только вот под дверцей да где вот мокрая стенка явно да и лужа еще посмотрите пространство возле порошка приемника то есть очень часто очень часто машинки текут вот например такие как lg это вообще сплошь и рядом то есть начинает протекать порошка приемник водичка бежит вот здесь стекает вниз и здесь вот в щель попадает и вытекает она непосредственно вот в этом месте то есть здесь или даже посередине и людям кажется что очевидно да бежит из под дверцы люка вот отсюда а на самом деле бежит вот отсюда и начинают кого-то там манжету даже менять некоторые не посмотрев очевидное самое то есть прореха не прореха повреждение какое-то может быть заводское повреждение может быть повреждение которое было ну появилась в результате эксплуатации чтобы проверить порошка приемник более внимательно необходимо его извлечь то есть нажимаем на серединку здесь и уже крутим его всяко осматриваем если обнаружилась трещина то соответственно порошка приемник нужно менять ну некоторые там эпоксидкой пытаются заливать повреждение но я бы не советовал этого делать поврежденную деталь лучше поменять в дальнейшем не было проблем дальше что у нас на очереди дальше вот посмотрите насколько дверца плотно прилегает если порошка приемник целый вы уверены что проблема именно в том что вода подтекает снизу из-под дверцы то тогда я рекомендую прос посмотреть край манжеты то есть если вот здесь есть какие-то повреждения обычно если манжета повреждена дальше глубже то вода она бы стекала из-под днища то есть она бы протекала вот за переднюю стенку туда и вытекала бы из-под днища то есть передняя стенка была бы сухая а если она мокрая то соответственно передняя часть манжеты вот этот выступ где-то поврежден то есть есть например вот здесь щель вот получается да видите обратите внимание то есть вот это место может здесь образоваться щель и подтекать либо более очевидные вещи например домашние животные там собака грызет обычно этот выступающий край а кот там когти точит на него ну и соответственно повредили манжету здесь уже без вариантов то есть нужно сменять резинку то есть снимаем переднюю вот этот хомут да можете убедиться здесь грязненький у меня конечно вот хомут убираем внешне потом значит заправляем немного манжету внутрь и также снимаем внутренний хомут то есть даже переднюю стенку снимать не придется она снимется так ну и установка немножко повыдрыгиваться придется но тоже получится если дело не в манжете то есть увидите что манжета целая вы ее придирчиво просмотрели вот внизу да то есть верх можно даже не смотреть там вода не попадает а вот снизу она попадает значит целая манжета все в порядке значит смотрите петли то есть если дверца прилегает не очень плотно то есть можно край вот так посмотреть если вы поняли что ну есть определенный люфт может быть даже дверца немного подбалтывается да в закрытом состоянии вот у меня здесь небольшая щель имеет место быть но бывает еще хуже ситуации тогда смотрим петли то есть вот здесь можно прям взять головку на 8 или ключик и подтянуть бывает что они разбалтываются со временем хотя там внутри еще под петлей фиксатор такой как выступ да то есть она сначала фиксируется петля потом уже прикручивается ну может быть у вас допустим там сломан был заводской брак и потом вам привернули лишь бы как-нибудь то есть всяко бывает поэтому прикрутите более надежно либо если петля деформирована например покатались дети на ней ранее да теперь вылезла проблема то возможно ее нужно будет поменять то есть петли эти продаются без проблем можно купить поставить новую и дверца будет прилегать более плотно и никаких проблем также может возникнуть ситуация например если у вас что-то с крючком то есть механизм здесь или пружина ослабла разрушился механизм и не всегда убил вот здесь да она не фиксирует крючок бывает если допустим механизм разрушен то крючок не фиксируется убил и тогда машинка вообще не стирать все на выдает ошибку и потом вообще вы не сможете ничего сделать и тем более запустить стирку а бывает что вот этот крючок он так скажем фиксируется убил то есть все замок сработал нормально но при этом дверца плотно не закрылась из-за того что механизм не функционирует нормально то есть ну тогда придется разбирать чистить смотреть механизм ну и уже какие-то выводы делать после этого ну как бы это бывает редко но бывает еще одна проблема которая встречается гораздо более часто это грязь на дверце внутри то есть вот здесь обратите внимание под стеклом внизу вот у меня есть небольшое количество известкового налета я думаю на каждой машинке и есть ноу некоторых скапливается большое количество и звездкового налета что может просто напросто создать проблемы для уплотнительной резинки то есть видите вот здесь в этом месте уплотнитель просто недостаточно плотно прилегает, и вода просачивается. В этом случае воды будет немного, но, тем не менее, эта проблема, её нужно решать, известковый налёт удаляется, либо просто берёте какую-нибудь жёсткую тряпочку с лимонной кислотой, смачиваете, натираете, лимонка растворит вот этот известковый налёт постепенно, и вот ототрётся. Можно также воспользоваться наждачной бумагой. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и удачи вам!